Здравствуйте, друзья, с вами Алексей Явкин. В этом видео я покажу вам, как с помощью новой технологии Microsoft DataZen формировать вот такие интерактивные дашборды по проектной деятельности на основе данных Project Server. Итак, смотрите. В этом видео я покажу вам пример разработки на DataZen вот такого вот отчета. Этот отчет показывает сводные данные по затратам по проектной деятельности. Данные для этого отчета обновляются в реальном времени из базы отчетности Project Server, который установлен локально. Вы видите, что здесь можно переключать временной диапазон. Например, можно посмотреть все данные, которые есть за все годы. Можно посмотреть в прошлом году, за последние 6 месяцев, за последний квартал и так далее. Здесь вы можете видеть общие затраты по проектам. Здесь можно видеть затраты по типам проектов, как они распределялись. Собственно, затраты по времени, то есть можно видеть по тому временному диапазону, который мы выбрали. Показывается график затрат за период, затраты, фактические затраты и базовые затраты. Соответственно, там, где есть превышение, там показывается красным. Там, где превышения базовых затрат нет, там показывается зеленым цветом. То есть, наведя на конкретную позицию, можно посмотреть значение. Здесь мы также видим общие трудозатраты за этот период, который мы выбрали. Отклонение трудозатрат от базовых, отклонение затрат за весь этот период, который у нас сейчас выбран. И распределение в разрезе программ, затраты по программам проектов. И по различным типам проектов, например, коммерческие, организационные, внутренние, там, другие. Один из примеров таких дашбордов, которые можно быстро сделать для ваших данных Project Server или Project Online. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, запускаем Data Zen Publisher. В этом приложении как раз и выполняется вся разработка отчетов. Здесь у меня уже есть соединение с сервером, причем и с демонстрационным сервером. Можно видеть различные дашборды и примеры того, что можно сделать с помощью Data Zen. И со своим сервером, на который будем публиковать свои дашборды. Итак, для того, чтобы создать новый дашборд, нужно нажать правую кнопку мыши. Внизу появится такое меню, выбираем пункт Create. Здесь есть два варианта, то есть создать дашборд с нуля, с чистого листа, либо использовать существующий дашборд в качестве отправной точки. Мы в данном примере, чтобы понять, как все это делается с нуля, сделаем дашборд с нуля. Нажимаем, открывается вот такой экран. Здесь вы можете видеть панель, где показаны те элементы, которые допустимы, которые могут использоваться в отчете. Это навигаторы. Навигаторы – это элемент управления, позволяющий выбирать что-то. Например, выбирать временной диапазон или выбирать какие-то позиции из списков. Есть индикаторы в виде приборов различных видов. А также есть различные графики, причем графики сравнительные, просто графики по категориям или по времени. Есть вот такие вот карты, есть географические карты и есть таблицы. Табличные представления, да и Tagrid тоже в различных видах. Итак, мы начинаем с нашего представления Layout View. Пустой экран. Можно выбрать тему, то есть можно выбрать различные цвета, например, светлую тему, либо темную тему. Можно ее потом переключить. Также можно выбрать расположение экрана, то есть это планшет, телефон и мастер экрана монитора. Особенность технологии DataZen, в отличие от других средств построения отчета, в том, что вы можете сначала сформировать визуальный вид отчета, вот как это, а затем подготовить и подтянуть под него нужные данные. Это дает возможность разделить работу по созданию отчета и передать заказчику или методологу или бизнес-пользователю функцию составления предварительного дизайна отчета, вот в таком виде. А затем уже IT-специалист под компоненты, под определенные графики, под определенные индикаторы, по требованиям бизнес-пользователя формирует запросы и подтягивает данные. Таким образом можно упростить процесс коммуникации между бизнесом и IT, исключив шаг макетов, набросков, описаний и так далее. Есть инструмент, который позволяет сразу вовлечь бизнес-пользователя в формирование отчетов, как ему нужно. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Для примера создадим отчет по анализу затрат на проектную деятельность. Для этого я сделаю следующее. Во-первых, я сначала настрою Dashboard Settings, выберу русский язык. Зададим, ну скажем, название. Анализ затрат по проектам. Перейдем назад в представление Layout View и разместим наши элементы отображения. Значит, первое, это у нас будет навигатор, позволяющий выбирать временные периоды, за которыми мы хотим посмотреть распределение затрат. Затем выберем график, который будет показывать, собственно, затраты, сравнение, планфактный анализ, сравнение плановых затрат и базовых затрат. Теперь разместим еще вот такой индикатор. Здесь мы уменьшим, переместим и разместим, скажем, вот такой индикатор. Здесь у нас будет отображаться затраты по программам. Здесь будут отображаться, скажем, мы хотим видеть затраты по типам проектов. А здесь у нас будет, скажем, просто затраты по времени. Здесь мы хотим видеть трудозатраты за период, который мы выбрали, скажем, назовем это, чтобы было понятно, человека-часы. И здесь мы хотим видеть отклонение человека-часов за период, то есть отклонение плановых от базовых. Ну, а также здесь мы хотим отобразить отклонение затрат за тот же период. Вот мы создали такой предварительный дизайн нашего отчета. Видно, что в нем даже есть какие-то тестовые данные. Это данные, естественно, не живые. Их предоставляет система просто для того, чтобы было понятно, как это все будет выглядеть. Можно даже запустить этот дашбор на просмотр. И вот мы видим здесь какие-то параметры, как вот будут выглядеть те данные, которые у нас потом появятся, настоящие. Здесь как это будет выглядеть визуально. На этом предварительная визуальная часть завершена. Теперь мы переходим к подготовке данных для этого отчета. Для этого я перехожу по адресу, который был указан при установке и добавляю префикс CP. CP – это Control Panel. Если не указывать CP, то это будет вход для обычного пользователя. Если вам нужно администрирование сервера, добавляете CP и попадаете в панель управления. Вводим параметры подключения администратора, то есть это админ, и пароль, который мы указывали при установке. Вот мы попадаем в панель управления DataZen сервера. И первое, что нам нужно сделать, это создать источник данных. Переходим на пункт меню DataSource. И здесь видно, что уже созданы какие-то источники данных. Вот, создадим еще один. Для этого нажимаю кнопку «Добавить новое подключение» и выбираю, какой тип подключения мне нужен. DataZen поддерживает много разных вариантов, например, подключение SQL Server, подключение к многомерной базе, то есть к Analyze Services. Также можно использовать в качестве источника данных в списке SharePoint, Azure, сервисы OData. Например, если у вас Project Online, либо Project Server, вы можете использовать OData и получать данные без написания SQL-ных запросов. Кроме того, можно использовать веб-сервисы, ODBC-соединения, MySQL, Oracle, PostgreSQL и даже просто Excel-ские файлы, распрощенные на общем диске. Я выбираю Microsoft SQL Server. В качестве источника данных название указываю, скажем, Project Server Data. В качестве Data Source мы указываем параметры, которые соответствуют обычной строке подключения к базе данных. Например, IPM-2013, машина, на которой установлен Project Server. Initial Catalog – это название базы данных, то есть я ее копирую из Management Studio. User ID по свертке не указываю, так как у меня используется Integrated Security, то есть сервис Data Zen авторизуется с помощью тех учетных данных, которым мы указали при установке, то есть из тех учетных данных, из-под которых запущен сам сервис. Мы указываем Integrated Security и убираем InCript, то есть данные у нас не зашифрованы. Проверяем соединение. Нам система пишет Connection Successful, можно нажимать Next для того, чтобы пользователи имели возможность подключаться и использовать это соединение, мы даем доступ всем пользователям Everyone, которые есть на Data Zen. Вот мы создали подключение Project Server Data, и теперь нам нужно создать запрос к данным и так называемый Data View. Для этого мы переходим в Data Source, видно, что пока у нас ни одного запроса нет, и нажимаем кнопку Создать новый запрос, то есть New Data View. И здесь нам нужно вставить свой запрос, который будет выбирать данные. Ну, проще всего этот запрос написать в Management Studio. Здесь я уже написал сам запрос. Запрос представляет собой выборку данных по назначениям, по дням. И для того, чтобы иметь информацию по проектам, я использую вторую таблицу, второе представление, которое называется MSP Project и PM Project User View. Представление, в котором выводятся данные по проекту. Вот, таким образом у нас объединение двух View, или двух представлений, то есть это назначение по дням, и, собственно, таблица проектов, где хранятся информации по проектам, включая дополнительные поля. Для того, чтобы данные отображались по-русски, я добавил вот такие вот везде приведения колонны к русским названиям. Кроме того, DataZen не любит значения Null, которые часто бывают в таблицах SQL. И для того, чтобы не было проблем с этим, то есть здесь мы пишем вот такую вот конструкцию, то есть есть пользовательские поля, например, тип конечного продукта, функциональные направления, программы, этап. То есть это кастомные поля, они могут иметь значение Null. И чтобы у нас эти значения Null не передавались в DataZen, мы пишем вот такие вот конструкции, которые означают, что если Null, то заменяйте на значение другое. То есть если значение не указано, то будет писаться другое. Собственно, нам какие данные интересны? То есть нам интересны по назначениям затраты, фактические затраты, базовые затраты и то же самое трудозатраты. То есть трудозатраты, фактические трудозатраты, базовые трудозатраты. Из этих данных мы будем строить графики. Попробуем выполнить этот запрос. Вот у нас вывел он почти 30 тысяч записей, то есть это записи по каждому дню, по каждому проекту. Вот можно видеть набор данных, который получается в результате выполнения запроса. Для того, чтобы DataZen его использовал, мы его копируем и вставляем вот сюда. Давайте назовем его EPM Segments by Days. То есть назначение по дням. Нажимаем Next. При этом система выполняет запрос, показывает нам пример выборки данных, чтобы определить поля. И мы видим, что все отработало корректно. И нажимаем Finish. Все, теперь у нас запрос создан. На этом пока часть, связанная с панелью управления DataZen сервером, завершена. Теперь переходим к дизайнеру отчетов. Открываем снова DataZen Designer. И видим свой отчет. И переходим на вкладку DataView. Здесь пока данные исключительно демонстрационные. То есть есть название Simulated Tables. Это те данные, которые в системе изначально заведены, чтобы показать, как будут выглядеть элементы управления, и вообще, как будет выглядеть отчет. Нам, естественно, нужно заменить их на настоящие данные из нашей системы. Для этого мы связываем тот источник данных и DataView, который мы только что создали на стороне DataZen сервера. Я нажимаю кнопку «Добавить данные и DataZen» и здесь есть два варианта. Можно загрузить локальный Excel-фейл и дальше на его основе строить уже дашборды. Либо можем подключиться DataZen серверу, собственно, что нас интересует. Здесь есть два варианта. Демонстрационный сервер и, собственно, уже свой сервер, который мы только что настроили. Вот и здесь я вижу свой источник данных, который мы только что создали. Это Project Server Data. Нажимаю на него, выбираю DataView, который там есть. EPM Assignment Bait Days. Нажимаю Import. И вот мы видим, что уже наша таблица, которую мы запросом выбираем из базы Project Server, она вот у нас появилась в DataZen. Теперь задача перепровязать искусственные данные, которые сейчас привязаны к элементам управления, на настоящее. Вот здесь у нас перечислены те элементы управления, которые сейчас есть в дашборде. То есть можно смотреть вот на них отсюда, а можно смотреть на них прямо из представления данных. То есть мы вот видим все контролы, которые мы поместили на наш отчет. Первое – это Time Навигатор. То есть это элемент управления, который позволяет выбирать шкалу времени и просматривать пилы. Выберем для него таблицу. Наш UPM Assignment Bait Days. Ну и скажем, поле затраты. Также здесь агрегацию выбираем сумму. Теперь второй элемент управления – это затраты по программам, как мы его назвали. Также выбираем эту же самую таблицу. Здесь нам нужно провести некоторые изменения, для того чтобы этот элемент понимал, что у нас данные находятся на самом деле не по колонкам, а по столбцам. Выбираем по столбцам. Теперь снова переходим в DataView. И здесь видно уже элементы поменялись, поля. И здесь мы выбираем снова EPM Assignment Bait Days. Выбираем программу. Это поле, по которому как раз будет группироваться затраты. И выбираем пункт, скажем, затраты. Здесь также у нас выбирается сумма. И здесь мы обязательно указываем, что нам нужно фильтровать данные по навигатору. То есть Time Navigator. То есть это даст возможность перестраивать наши графики, как только мы будем менять диапазон времени, за которым мы хотим смотреть данные. Здесь мы убираем способ агрегации. Везде сумма. Вот. Здесь уже можно видеть, что появились некоторые данные. Значит, здесь интересно нам посмотреть легенду. Вот она. Уже видно перечень программ. Можно выбрать, как нам отображать данные. Ну, скажем, с уменьшенным количеством знаков. То есть сводное. Скажем, у нас будут миллионы, как M отображаться. Меньше место занимать на экране, более понятно. С этим контролом все. Теперь этот контрол. Также выбираем, что у нас информация находится. Структура данных находится в рядах, строках. Переходим на Data View. Привязываем элемент к таблице. Указываем, что нам здесь интересен не программа уже, а тип. И также затраты. Здесь также выбираем фильтрацию. Здесь выбираем сумму. Окей. Переходим на следующий элемент управления. Значит, здесь мы выбираем опять же нашу таблицу. И выбираем, что с чем мы будем сравнивать. То есть основные у нас, основные серии находятся в поле затраты. А то, что мы сравниваем, это у нас будет базовая затрата. Также мы можем добавить, можем добавить еще, скажем, фактические затраты. Чтобы у нас они отображались. Здесь у нас уже стоит галочка, что у нас фильтрация по Time Navigator. И здесь у нас, также у нас фильтрация и агрегирование по сумме. Ну, собственно, как и здесь. Следующий параметр. Это у нас общие трудозатраты за период. То есть мы снова выбираем таблицу. Выбираем поле трудозатраты. Выбираем фильтрацию. Она включена. Суммирование. Отклонение. Отклонение по человека часам. Выбираем везде нашу таблицу. Выбираем трудозатраты. Базовые трудозатраты. Выбираем фильтрацию сумму. Фильтрацию сумму. Все. Здесь то же самое, только выбираем затраты. Здесь затраты. Здесь, соответственно, базовые затраты. Также здесь все установлено. Смотрим, что у нас получилось. Вот, что у нас получилось. Здесь уже мы видим, что у нас практически дашборд наш готов. Вот мы его можем запустить. Здесь мы можем смотреть данные. Здесь мы можем менять значения, смотреть за них. по определенным периодам. Но еще сделаем некоторые визуальные изменения для большей наглядности. Ну, например, вот этот тип графика мы поменяем на вот такой. Добавим ему тоже легенду, чтобы было понятно. К этому графику тоже добавим легенду. Здесь мы также можем сделать некоторые изменения. Например, выбрать, что у нас еще можно по дням смотреть. Здесь мы можем выбрать различные виды отображения профиля. Ну, скажем, вот такой, или вот такой, или вот такой. Ну, выберем по умолчанию вот такой. А значит, здесь мы можем также указать, ну, в каких единицах это все будет. Вот. А здесь мы можем указать следующее, что у нас видно, что здесь вот это вот базовые затраты. Они там превышали фактически и плановые. И, соответственно, у нас здесь показан красным. На самом деле он должен быть показан зеленым, поэтому мы указываем, что меньшее значение, а лучше. То есть, мы видим, видно теперь, что здесь у нас базовые затраты не превышены. Здесь зеленый цвет. А здесь, соответственно, здесь превышены, здесь будет красным. Здесь можно выбрать, чтобы показывать также сравнительные данные. Ну, здесь будет показан дельты. И в навигаторе можно выбрать также, опять же, с чем сравнивать, да, то есть мы можем выбрать здесь базовые затраты. А здесь выбрать также и фактические затраты. То есть, чтобы у нас навигатор повторял тот график, который у нас отображается внизу. То есть, смотрим, как это выглядит. И еще один маленький нюанс, то, что на наших данных вот эти индикаторы должны показывать наоборот значение. То есть, у нас при сравнении должно быть вот таким вот образом. Смотрим, как все это работает. Вот мы можем выбрать за последние шесть месяцев, за последний квартал. В прошлом году менять диапазон времени, то есть, скажем, вот как-то так. И смотреть данные, которые у нас получаются. То есть, скажем, вот здесь видно, какая доля затрат составляла за последние шесть месяцев наибольшие. То есть, какие типы проектов, то есть, как у нас превышены или не превышены базовые затраты. Здесь видно, что они везде практически превышены. Ну, и вот таким вот образом мы построили дашборд, который достаточно наглядный и показывает сводную картину по проектной деятельности. Также DataZen позволяет делать так называемый drilldown. То есть, когда нажимая на данные графики, можно провалиться в другой дашборд, либо вообще в систему, собственно, с этими данными. Теперь, для того, чтобы пользователи могли этот дашборд видеть, его необходимо опубликовать на сервере. Для этого я нажимаю правую кнопку мыши и здесь нажимаю кнопку Publish to Server. Можно его также сохранить локально, он будет сохранен в виде файла на локальном компьютере. Ну, или на планшете с Windows 8. Если я нажимаю сохранить на сервере, то здесь можно выбрать сервер. Ну, в данном случае это вот тот DataZen сервер, который мы настроили. Нажимаем Publish. Все, дашборд опубликован. Теперь давайте посмотрим, как мы можем зайти на него прямо через браузер. Заходим на панель DataZen. И вот наш дашборд. Собственно, можно видеть, что в браузере все открылось, работает точно так же, как и в дизайнере. Причем, это чистые HTML5, то есть здесь не применяется никаких дополнительных плагинов, там Flash, Silverlight и так далее. То есть это настоящая HTML, он работает везде, на любом браузере. И все красиво, корректно отображается. Здесь также можно масштабировать, то есть переходить на вкладки по различным отчетам, смотреть их более детально, скажем, как-то так. Ну и, собственно, анализировать информацию. То есть здесь показывается, за какой период сейчас все это выбрано. Все это работает. А теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть в браузере Safari под Mac. Вот мы видим этот же дашборд. Все открылось, так же все отображается, красиво, корректно. Все с анимацией. Можем так же все видеть, увеличивать, уменьшать, смотреть отдельные параметры. Так что мы видим, что система кроссплатформенная, не связанная с конкретной платформой. В отдельном видео покажем, как настроить доступ к данным DataZen с мобильного устройства, с iPhone, либо с iPad. Если вам понравилась новая технология Microsoft, а так же видео, ставьте лайк. Если вас что-то заинтересовало или есть вопросы, напишите об этом в комментарии. Мы планируем еще выложить видео о том, как настроить DataZen, общий обзор по нему, а так же особенности. Например, как сделать отчеты с drilldown, то есть детализацией данных. Как разместить отчет в самом Project Server. И как настроить мобильное устройство, например, iPad, iPhone. Для того, чтобы смотреть вот такие вот дашборды. Не забывайте подписываться на канал, и вы не пропустите новые видео. До связи и успешных вам проектов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!